сегодня праздник у девчат сегодня будут танцем можно лица девочек горят мне понравился можно я начну прям с этого комментария потому что я ржу в истерике давай а все вы меня убили это финиш маша африка там плачет по тебе следующий отпуск надо в африке провести там глядишь присоединиться к российской федерации до российской федерации это штука такая и много не бывает так мы вас как раз присланили к рому позвольте как-то вот вы свою жопу как-то по уменьшить и я никак не могу это сделать это просто стул такой широкий а не моя папа тебе нужно сюда ко мне смущаться куда сгущаться кому откуда если вы еще раз чуть-чуть подвинете свою попу прекрасно так для делюсь инновацией сегодня мы пьем из ведра нам сказали только много не пейте у вас свадьбу нас в 3 в 3 утра уже придет визажист стилист все нам делать туда-сюда в 5 утра мы будем 5 30 выезжать на обрыв с которой у нас это будет там рассвет солнце рассвет я думал будет весело на сегодня в массе вот такой коктейльчик у меня два вот таких один у меня в ананасе другое у меня с были сам я с были сам вам еще выставлю попозже видео потому что вот этот жопашник я не жопашник люди смотрите конечно же вот сюда в ананас а вместе с бананчиком очень бы идеально пошел бы шарик мороженого это было бы идеально вместе с ромом но мороженого не было и так я будучи человеком не глупым положил туда сахара чтобы не было кислого на что она сказала я добавил бельса говорит я на тебе то завтра еще раз жениться уважаемого да вот у тебя есть нож подумать меня еще думать я свой выбор сделал сразу три с половиной года назад когда вот увидела тебя сразу поняла люблю не могу и так друзья мои вы понимаете что чокаться мне сегодня будет крайне сложно но я подниму и произнесу первый тост за открытие культурного бухача с доминиканской республики день день здоровья вам всем дорогие ну а мы пока совсем совсем попробуй сейчас а вот у меня сейчас какая-то парнуха у меня это все время парнуха а у меня суши знаешь что это не я хреновый бармен это ты хреновый тестер нет да вот согласитесь там абсолютно несоблюдена пропорции несоблюдена пропорция даже если заворачивается я вылил там всего лишь одну бутылку рома понимаете мы сказали не пить сегодня два часа дня еще мася ладно у нас бассейн есть в море пойдем бассейн с ромом знаете куда-то делся мой альберт спрашивают что же произошло альберт . двинул кони со мной никто не выживет кроме тебя так дорогие мои не надо мне писать пока смс я же в эфире массе глаз немножко заплыл а завтра рассвет нам сказали что нас еще покрасить специально такой красочкой знаете это будет как в этом в аватаре мы были не в аватаре а в чем вампирская сага это же фильм который все девочки смотрели ты че не смотрела а я смотрю все части вот и там они так вот мерцали понимаешь когда у них солнечный свет падал и будет вот так вот знаете что это смазь и вот последнее время как то вот машина такой телефон ты не забыл с вопросами вот эти люди там накорекали тысячу вопросов и реально очень много как было интересного да но для начала как вы сохраняете теплоту в наших отношениях конечно что ближе наверно к парням хотя парни на самом деле по статистике смотрят меня всего 20 процентов 80 процентов не смотрит девчонок женщин такой для тех парня для среди тех парни кто смотрит как сохранить отношения вот именно вот это вот не растерять теплоту вы помните вы будете когда вы встретили друг друга помните насколько это были счастливые моменты помните как вы не нервничали переживали во времени перед свадьбы и во время свадьбы чем там говорить перед свиданиями нервничали да эти моменты потом начинают у многих людей забываться и вот такой вот маленький праздник можно создать нас спрашивают зачем вы еще раз женитесь а что с вами произошло ничего не произошло просто мы решили сделать повтор тремони это красиво романтично это необычно я об этом выставил пусть тем более это будет не самая простая на шпаку и выставил это будет не простая свадьба а костюмированное это будет очень интересно нам подготовить много костюмом будет очень хорошо короче будем всем делиться я очень сильно постараюсь выставить прямой фирм нужно специально на рабочей который будет ходить я думаю что мы кому-то вручим телефон чтобы а вот и как раз таки давай перейдем тогда к первому вопросу когда этого сколько будет соответственно у нас доминикане с это будет начинаться в 6 утра с отвергаем 6 рассказал всем рассвет начинается здесь зимой поздно то есть летом начинается здесь где-то в 5 55 летом начинается в 6 36 40 потому что допустим я когда с балкона смотрю понятно что здесь ниже горизонта но допустим 6 40 солнца солнца еще нету поэтому где-то около семи 13 30 13 40 13 50 полка что следите за этим что не дождусь завтрашнего дня мы-то как и самое главное что в этот раз мы практически сами ничего не устраиваем здесь для нас устраиваются наши друзья и нас ждет своего куча сюрпризов прически макияж все будет очень очень рано даже не утром поздно ночью то есть сегодня жена мы сегодня ночью с трех часов как начнем красоту нам дальше следующего мы уже сегодня с трех часов начали уже ага кирогазить ты мог бы сегодня выйдет альберт знаменитая альтер эго массе нет по-моему альберт вообще им и не пахнет а вот выйдет из тебя что-то нечто то чего мы никогда не видели что никогда не его если вы увидите то что вы никогда не видели с вами может случиться большой сердечный приступ со мной со всеми со всеми да со всеми следующий вопрос и мы переходим уже к вопросам которые вы писали самый популярный вопрос после бикини а пластической операции сделанный там у нее у меня там нечего резать пластика давайте поговорим об интимной пластики мне все говорят а почему же ты не увеличил свою пипеньку ибо в трусах у тебя ничего не я расскажу вам эксклюзивные слова которые я не говорю никому все знают что женат не один раз и во втором браке действительно я хочу увеличить себе пипеньку пришел в клинику пирогова это санкт-петербурге встретился с заведующим оплатил консультацию и он говорит слушайте александр у вас необычайно интересное строение такое ли это поля очень крепкие связки теоретически если мы вот здесь с вами надрежем под вытянем перечим связки может быть плюс 8 9 сантиметров ну вот мы с супругой подумали туда-сюда и рассказала хочу сиськи но я же такой я люблю так люблю и соответственно да у нее сиськи появились а у меня писюха так и осталось миниатюрникой вот такие вот дела вот собственно вот такую историю я помощи никому не рассказывал на самом деле для увеличения писюхи куча способов существует а это экстендер а массе мы просто сделали интимную пластику который в древности почему-то знали очень многие а сейчас почему-то все об этом забыли я просто удалила малые половые губы и все полностью аккуратненько это ровно то же самое что мужчин которые делают обрезание вот не больше не меньше обрезают крайне это еще знаю что обрезанием считается но на востоке когда женщинам удаляет полностью капюшон и стоит ли это не надо это уже экстремальная это другое со всей еще больше связаны даже с фанатизмом не с религией поэтому туда не лезем такие вопросы они уже решают сами но женское в этом плане обрезание но также мужское обрезание тоже не я хрена не это такой женской обрезание то что даже здание лишний кольку да но кожа еще иногда отрезает знаете когда клитор очень сильно закрыт там тоже надрезают ювелир на кожу чтобы фильм вы нравится акаде войну чтобы данный больше чувствительности дальше сколько период восстановления восстановляется все очень быстро никаких больных ощущений нет там небольшой отек несколько большое ощущение писать не Sukha нещик наени и приятные когда снимают швы всегда вот там просто так немножко страшно снимать швы и сразу же вообще практически все заживает чувствительность никуда даже дырочки затягиваю я очень быстро все поэтому ведь у нас не провода чувствительность вырастает чувствительность пропад но как она немножечко знаешь как и за не менее есть в области вот шва но никуда ни на что это вообще не влияет плюс еще существует это я вам сейчас расскажу девчонки я просто прочитала там не есть такой вопрос я его выписала сейчас очень активно пропагандируют крема для сужения влагалища так вот сейчас существует лазерная шлифовка за счет этого там я не знаю как они с крема на самом деле по поводу кремов ты вот зря так говоришь я не могу тебе сказать по поводу того стоит как-то их применять или нет но ты помнишь чтобы в таланте два года назад купили мы купили для себя и всех наших до подружек знакомых и но такие палочки они знаете на антибактериальные палочки нет ты не только не очень права они поймут что антибактериальные борются с молочницей на основе какой-то такой миловой структуры пусть они эстрогеновая все остальное то есть это приводит к сужению к сильному но на момент на момент если вы подержали и все там жалость но мне по ощущениям это не понравилось абсолютно плюс еще плюс существует еще там гимнастика всякая чё у тебя маленький у меня тоже маленькая у тебя микровагина микровагина мы нашли друг друга так мы нашли друг друга мося а ты что-то не активно сосешь не активно у тебя еще пол ведра осталось я знаешь так романтично так это люди пускай давай мася допиваю же и перейдем к моему коктейлю с бейлисом у меня там еще пол шейкера стоит холодильник экскюзмите мама но пейте вы это сами слышишь после вот ты знаешь это вот эти правила всегда помните великолепное правило это особенно те кто любит лакши рестайл нужно покупать только одну бутылку хорошего бухла остальное можно покупать обычную потому что вот первый вы насладитесь кайфанете вторую вы уже нифига не почувствуете так и надо же пить по чуть-чуть все знают как надо пить ну когда доходит до дела пить никто не пьет по чуть-чуть все сразу их уху и начинаем и поехал так я уже полно нас а высосал что-то ну так видался что мы с тобой что-то походу поменялись местами мать у меня кто-то сел так я ищу вопросы давай вы открыты я соскайфую но мы стараемся что так соколиком просили передать привет передали давай говорим и еще подожди это мне нужно вот сюда вернуться сначала вот как не понимаете да у меня всегда вопросы готовы их сразу моментально читаем а почему будет еще одно брокосочетание это в самом начале это самом начале этого прямого эфира я его сохраняю вы посмотрите с удовольствием машина еще два часа и ты можешь и у меня можно считать любого места эти омоляю у нас каждый раз одна и та же хера нашла нашла отлично ты издеваешься надо мной да я всегда очень четко конкретно ко всему готовлю и ненавижу когда меня начинали три минуты когда меня начинают торопить так хорошо давай уже заснули понимаешь что не добрый вечер мы сможем вместе живем год может всегда как мамочка всех своих друзей к нам зовет и конечно с ночевкой и на один день бывало жили ночевать у нас можно только на кухне потому что мы живем на комнатной квартире я здесь привыкла что домой чужих нельзя дом это твоя крепость мне от этого не уютно не уютно как донести до мужа чтобы этого не было в жизни я думаю что в семейной жизни самое важное это компромисс сколько же вы начали жить друг другом и выбрали друг друга по жизни то это наверное стоит четко определить момент как и сколько можно сказать совсем нет но это тоже не вариант тогда собственно муж будет чаще пропадать из дома вряд ли вас это устроит поэтому нужно определить что это не должно быть там каждую неделю то есть это можно раз в месяц это делать или там раз в три месяца соответственно определить кто такие твои близкие друзья потому что когда у тебя 350 друзей но это неправда поверьте у нас есть могут десяток друзей которые реально очень близки остальные относятся кругу друзей знакомых но не самых близких собственно такие дела здесь я с девушкой согласен потому что у нас тоже дом это наша крепость и у нас ну мы думаю если конечно что-то критично совсем будет прям нереальней еще конечно наверное оставим во всех остальных случаях у нас дома никто ни разу не ночевал девушка спрашивает я коротенько как справиться с ревностью коротенько коротенько коротенький вопрос быстренько как справиться с ревностью на поверить себя знаете что не ваша то от вас не уйдет ни разу уже есть такие которые там шпилю или налево от тебя не уходит ну так ему тоже самое прилетит а то есть она еще да и можно может быть знаешь для кого-то но для кого-то это неприемлемо что именно изменяется тоже прекрасно могу поймать для меня тоже неприемлемо но тем не менее не знаю как бороться с ревностью пляж а ревность она убивает об в первую очередь она убивает не столько даже сколько вас сколько ваши чувства ведь любовь это любовь не только к человеку но это то любовь который вы леете в себе к этому человеку то есть порой мы любим наша любовь даже не человека поняли даже я сказал вот и любовь реально начинает пропадать как только вы начинаете ревновать потому что боль не может быть бесконечной рано или поздно просто что болевой порог переходит, и вы перестаетесь чувствовать что-либо, и любовь тоже. Вот такие дела. Подскажите, как быть? Можем живем месяц 4 года, ребенку полтора. Но все вроде бы хорошо, но мы иногда ругаемся из-за недопонимания в плане отношений. У тебя офигительный коктейль. Ты что вы говорите? После моего. Ну да. Вообще? У тебя вообще шляпа. Ну так вот. Так. Подожди, я потерялась. Ругаемся из-за недопонимания в плане отношений его ко мне и советов его мамы. Как объяснить ему, что я и ребенок должны быть на первом месте? Люблю мужа очень сильно. Семейные отношения – это самая сложная вещь, и она легче не станет никогда. А в семье нужно четко понимать только одну вещь, что семья – она одна. То есть это ты и твой любимый человек. Не мам, не родственник. Потом уже дети, потом уже родители и все остальное. Если же вы говорите, что родители для вас на первом месте, любовь к родителям – она свята. Да, но любовь к родителям – это любовь к другой семье. Если же для вас все-таки родители – это ваша семья, ну тогда нехренне заводить свою, либо, если уже завели, нужно понимать, что и зачем происходит. Собственно, вот так вот. На, вот это многое, и ты быстро сможешь протаратурить. Дорогие Саши, Мася, подскажите, посоветуйте, как быть. Встречалась с парнем около двух лет, полгода вместе прожили, переехали вдвоем в другой город, стоил мне уехать на недельку домой, он взял и изменил мне. А как мне быть? Ну, я сразу задам вопрос, зачем она уезжала на недельку домой, и почему одна, а не вдвоем. Значит, зачастую, знаете, вот смотрите, возьми трубочку. Трубочку возьми. Подожди. Когда мы говорим, что злой рок, судьба и тому подобное, видите бокал? И вот если я бокал поставлю вот так вот на краешек, совершенно неосознанно, вероятность того, что он свалится, увеличивается в сто раз. И поэтому, когда мы вдруг потянулись за трубкой и выехали в другую машину, или, не дай бог, кого-то сбили, когда мы уехали в другой город, или когда среди очень красивых подружек мы решили, что можно оставить своего парня. Ведь, знаете, есть такое золотое правило, которое называется «не надо провоцировать». Каждый из нас смертен, каждый из нас имеет свои пороки. Каждый из нас грешен. И как только мы начинаем провоцировать, Чаще всего провокация получается. Да, и не потому, что человек не любит или еще что-то. Где-то не хватило опыта, где-то не хватило самоконтроля, где-то не хватило чего-то еще. И какая хер разница, чего не хватило, если случилось то, что случилось. Поэтому, собственно, я даже не мечтал до конца это сообщение, уехал домой, ну, он тебе изменил. По-моему, совершенно закономерная херня. Плохо ли он поступил? Да, он плохо поступил. Кто в этом виноват? В любой теме виноваты всегда двое. По-моему, только так. Так, давайте тогда еще повторим. А, точно, у нас остания было. Давай. Я на самом деле хочу выпить за семейные ценности. Ведь семья – это большой-большой труд. Но этот труд должен быть в радость, потому что как только вы начинаете тянуть тяжелую лямку… И труд должен быть взаимный. И высоко оплачен. Понимаешь? Дело в том, что если лямку тянет кто-то один… Абсолютно. То есть это должно быть всего… И помните, когда говорят про должности притягиваются, да. Для секса, для интереса притягиваются. Для загулов, для левака притягиваются. А вот для семейной жизни притягиваются люди, только которые очень-очень похожи друг на друга. Если вам нравится сноуборд и ему нравится, у вас будет нормально. Но если же тебе нравится солнышко, а ему сноуборд, тогда вот так и происходит. Короче, за семью и за любовь. Так, поехали дальше. У Маски, кстати, немаленький арбуз. Вы вообще заценили объем масляного арбуза? Так у меня там арбуз между собой. Пятикилограммовый такой, полноценный арбуз. Еще какой? Пяти. Что у тебя вечно ты все преувеличиваешь? А сколько он по-твоему весит? На какую пять килограмм? Кто с ума сошел? Он три килограмма, не больше. Вот там стоит висы, сейчас достану на такой же арбуз из холодильника и пойду его взвешу. Три килограмма, звезда моя. Ты вечно все преувеличиваешь. Ну, есть у меня такая тема. То есть и у меня не 16? Не, не 16. А сколько у меня? Я омировал линейкой, Масля. Линейкой? Масля лентой. Ты хочешь сказать, что у нас была лента неправильная? Что ты не казаху обратно запихнула? Да у тебя тоже, как у меня, полились сопли. После Родов пропал интерес к Сексу, хотя до Родов очень любила. Это как вернуть все назад? Вы знаете, никак. Это такой уровень гормонов. К сожалению, да. Это вот пока вы еще кормите, уровень гормонов настолько вам все это убивает, что просто перетерпите. Так, расскажите, пожалуйста, про литиную пластику. Ну, уже пронитивный пластик. А я тебе, кстати, добавлю к тому вопросу, что всяк зависит от уровня гормонов, а все забывают то, что уровень гормонов синтезируется от нашего настроения. Посмотрите специфические эротические фильмы и уровень гормонов моментально поднимается. Такая тема была всегда. Ой, я вот сейчас, знаешь, здесь с тобой не соглашусь, потому что... А я с тобой не соглашусь, потому что немецкая сборная, тогда, когда было ГДР, специально у них были специальные массажисты, которые делали несколько не массаж, а делали такую прелюдию к сексу. Полизали, попихали, женщина возбудилась, даже если она не хотела. Послушай, уровень гормонов автоматически выпрыгивает. Я здесь с тобой не согласна. Что? Абсолютно не соглашусь. Знаешь, почему? Я сейчас там целая картическая танца буду. Во-первых, сборная немецкая, это ты не бери, они там все захимичены в салат. Вот. Я сама лично переживала этот момент, когда меня кормили гормонами женскими. Ну что, я вообще ничего не хотелось? Это я, при том, что я хочу вообще всегда и везде, я ничего не хотела. Я хотела только сидеть и плакать мне. Я на успокоительных сидела, да? И там какого там до секса? Потому что не было правильного мужчины рядом с тобой, который бы смог бы тебя отвести с пол-оборотов. И вот женщины, которые на грудном вскармливании, они там сидят, я могу даже представить, что у них там всякие депрессии, там с башкой проблемы. Нет, я не согласен. Ну, короче, ты просто не женщина, ты не в теме. Почему вы на вели сидите? Мне кажется, в Доминикане полно экскурсий. Я, кстати, почему я тут... Мы уже 3000 раз говорили, потому что у нас до 13-го числа мы отдыхаем на вилле. Мы, между прочим, приехали после Москвы. Прошел сегодня, сенька, четвертый день, как мы в Доминикане. Завтра у нас свадебная церемония. С 14-го мы будем отходить, а с 15-го у нас целая куча планов. Мы едем на китов, мы едем покорять горные вершины. Вот как раз-таки здесь мы на вилле уже не остановимся. Мы начинаем с понедельника, да, уже начинаем выезжать. Горная вершина. Мы никогда не поднимались в горы, а тут у нас 3-4 дня получается подъем и спуск. Так, вот такие вот дела. Так, чего у нас? Привет. Скажите, как всегда сохранять позитив, если окружающий мир всеми силами пытается навязать свое говно? Самый классный вопрос. Мне очень к стиратому. Да, я поэтому выделила. Я сейчас вам расскажу маленький негативчик и печальку. Вот в данный момент мы сидим пьем, а в Африке дети умирают. Исчезает каждые 15 минут по одному биологическому виду. Кто-то умирает. Кто-то умирает от тяжелых болезней, кто-то умирает вообще в одиночестве, в хосписе. Вы просто задумайтесь, сколько происходит. Просто как только вы начнете задумываться по поводу всего мира, мир не добрый, но он и не злой. Он ровно такой, который мы хотим его видеть. Ваш мир зависит ровно от вас. Создайте узкий, маленький мир, где есть вы, ваши друзья, ваши дети, ваши родители. Этот мир ваш. Вы сами выбираете, с кем вы общаетесь, что вы делаете. Собственно, такие вот дела. Поэтому не стоит по этому поводу обращать внимание на весь мир. И самое главное, у многих очень огромная проблема. Вы пытаетесь за других додумать то, что они подумали о вас. На хрен такие заморочки? Есть ваши мысли, ваша жизнь. Если вы знаете, куда вы идете и зачем идете, у вас есть планы. Мы рассказывали, что мы в Новый год составляли себе программу. То есть в прошлом году мы составляли себе программу. У нас даже получилось так, что мы переехали в Москву, хотя этого не планировали. Это даже в планах мы не записывали. В этом году мы себе запланировали тоже много интересных вещей. Мы, кстати, хотим посетить Китай. Китай? Китай. А Америка опять откладывается? Посмотрим. Но Китайский рынок в этом плане очень интересный. Китайский рынок смотрит нас даже не через Инстаграм, а через другие сети. Давай вернемся к вопросу. Как забыть любимого человека? Уже прошел год, я даже пыталась новые отношения заводить, но все не то. Порой руки опускаются очень сильно. Один мой хороший знакомый написал очень умную фразу. Ну, конечно, не он написал, наверняка кто-то написал ее из древних философов, а до них еще кто-то писал. Прошлое – это якорь. Ее стоит учитывать и ценить, но не жить им. Мечтами о будущем вы не живете настоящим сегодняшим. И будущее не придет, пока ты сидишь. Потому что пока ты сидишь и думаешь, блин, через две недели в отпуск, блин, через 13 дней в отпуск. Реально все эти две недели ты провел в каком-то забытье. А потом мы ждем, когда, знаете, летние каникулы начнутся, когда дети подрастут, когда ипотека закончится, когда накопятся деньги, новую квартиру купить. Получается, что весь сегодняшний день, весь сегодняшний мир… Трейзинг проходит. Даже здесь проходит мимо. Собственно, вот так вот. Вот такие дела. Так, расскажите про активную пластику, мастер, что делали. Мы рассказали, сверху обязательно посмотрите. Я так сильно завершу от того, чтобы мне подумать, ни в чемный человек, расстраиваюсь, переживаю. Но так не надо думать. Мастер, кстати, задает вопросы. Это вопросы как раз-таки, как мы переживаем плохие комментарии. Вот это к этому же. Отвечайте. Мать, у нас просто штормовое предупреждение, начинается ветер усиливаться. Ну и что, страшно. Ну и что? У нас с тобой еще пол-литра рома, еще есть Беллис, пиво президенты и утром свадьбу в 3 часа ночи. Мы должны быть готовы. Мы выдадим классику. Классику. Классику и не будем выходить из эфира. Да, сейчас будем каждую секунду, показывать, как мы шлить друг к другу. Ну так вот, ответь все-таки на этот вопрос. Как жить в настоящем? Нет, не как жить в настоящем, а как жить с тем, что о тебе думают другие. Я отвечу грубо. Я прошу мать, откуда вы знаете, что думают другие? Знаете, я так очень часто знакомился со своими хорошими теперь друзьями. Смотришь, ты дядька такой, 150 килограмм. Гриша, Гриша, да, это тебе. Я такой стоит, смотрит такой, борзый-борзый. А я улыбаюсь. И он, знаете, стоит, смотрит часа три. Это мы ехали в Сапсане. Мы болтали в этот момент с ведущими, телеведущими с Буэнос-Айреса. И вот, 15 минут до остановки нашего Сапсана, мы уже должны подъезжать к Петербургу, они уходят, чтобы забрать свои чемоданы и уйти. И подходит этот дяденька и говорит, здравствуйте, а можно я с вами сфотографируюсь, у нас с вами есть общие друзья. И оказалось, что дяденька просто внешний сырок. А ведь я мог себе надумать что угодно. Ага, смотришь, сука, на меня. Думаешь, что я, наверное, какой-нибудь гей или хочет мне врыво дать. Или думаешь, что еще и что-нибудь. Я мог себе надумать что угодно и создать конфликтную ситуацию. Более того, мог этого человека оттолкнуть только потому, что я себе что-то надумал. По-английски ответь тут, пожалуйста. Держпак, байерселфу, дуэн, мейкап, ирина, дуэй, 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 это очень комфортно для меня потому, что я не делаю каждый день. Так, вы женитесь? Да, мы будем жениться. Как быть, если все вокруг говорят пора родить, пора родить, а это не мой выбор? Есть матрица бытия и, к сожалению, не все готовы для того, чтобы жить иначе. Когда говорят, Шпак, ты ненавидишь детей, такого не было сказано ни разу. Мы не хотим детей, это не значит, что мы их ненавидим. У нас другой выбор, мы поняли, что мы хотим путешествовать и мы хотим быть свободными, мы не хотим себя обременять вот этими их опытами. Хотя я реально четко понимаю, что это огромное счастье. Собственно, вот такие дела. Косточки, помните? Косточки, ага. Так вот, если выбор детей это не ваш выбор, то надо понимать, что поддавшись этому выбору, вы получите определенные проблемы. И самое главное, не факт, что будете счастливы и точно не факт, что будут счастливы ваши дети. Вот об этом нужно именно задуматься, потому что детей не заводят, их рожают, их любят, а не просто потому, что пришло время. О чем я говорю, что очень приятно, когда, допустим, моя знакомая, Иона, она говорит, мы готовы к ребенку, мы его хотим. Это будет счастливая семья. Когда это делают по залету, случайно выходит не то, что нужно. Это рушит сильно отношения и ребенок тоже не будет счастлив. Вот такие дела. Мы встречаемся... В Истанбулом, если нам передается, спасибо огромное. Так. Мы встречаемся уже 11 лет, оба в браке, разойтись нет сил, не можем друг без друга, ссоримся, миримся. У меня началось возникать ощущение, что я ему не нужна, кроме редких встреч, это, знаете, нормальная сексуальная игра, от которой очень тяжело отказаться. Вы мало что понимаете, что происходит, но это действительно сексуальная игра, которая связана с очень хорошими ощущениями. Потому что секс сексом, а вот психологический секс это самое интересное, почему существует различное. А, кстати, там будет вопрос дальше. Я понимаю, что... А, у меня, кстати, все верно, Мася. Что? Я попил твоего коктейльчика, тут градусов 15, попил того, там градусов 20, а здесь у меня вместе с Ромом, Беллисом уже 25, он, кстати, такой. Попробуй, он настоялся. Попробуй, я тебя умоляю просто, посаси нормально. Вот она все время так делает, и ссорить нормально не может. Вот вечно у нас одна и та же фигня. Масли, скоро себе ребра удалю. Александр, что вы пьете? У меня великолепнейший вкусный коктейль. Понимаете, это коктейль для извращенца. Ну и что это за... Что это за... Тебе что-то не нравится в моих извращениях? Какой интимный подарок подавить парню на землюбленную? Хочу впервые удивить этим. Посоветую тебе, подойдет ли для начала знакомства с шеф-шопом? Так, эрекционное кольцо. Слушайте, а эрекционное кольцо особо, ну, как бы... Нет, ну, видишь, для парня, бедного, то есть, если она сразу купит ему фао-умитатор, у большинства парней сразу вот этот пунктик, особенно в Российской Федерации. То есть, 95% тебе скажут, что, моего не хватает. Это 100%. Поэтому здесь можно купить либо бабочку для клитора свою, чтобы увеличить сексуальное ощущение. Да, для клиторов много всяких различных игрушечек. Можешь быть эрекционное кольцо, можно купить ему презик с пупырышками, что вам не хватает острых ощущений, он будет пахать еще жёстче. Он не поймет. Он скажет, что он обидится. Так он обидится. Не увеличивающий, ничего. Я понимаю. Ну, слушай, нет, такая тема пойдет. При правильном, нормальном подходе все нормально. Ты просто... Я радикальная. Ты? Да, ты кальная. Я кальная. Так, слушай, Масим, скажите, что это такое? Раньше с парнем встречались почти 2 года, расстались, потому что он изменил её. Прошло 7 лет, теперь он пишет, что я ему родная, хочет увидеть, обнять, поцеловать, говорит, что скучает. Но дело в том, что он женат. Он то пишет, то звонит, то пропадает. Я не знаю, как себя вести, ведь я к нему привязалась. Так, сейчас тут я прочитаю. Никак не быть человеком в отношениях, соответственно, все, что он себе придумывает, он себе придумывает. Опять же, это все психологически сексуальная игра. Если ему хочется чего-то больше, тогда ему нужно принять более радикальное решение, и тогда у вас есть шанс. А он не примет этого решения? Ну, значит, шанса нет. Сашенька, я пролетел из Домикана 7 дней назад, везла брату сегодня ром, разбила его, привезите, пожалуйста, одну бутылочку рома за любые деньги. Так вот, ром Закапа, 23-летний ром Закапа, продается в Российской Федерации, чуть-чуть дороже, нежели, чем здесь, поэтому вы не переживайте, в России его можно купить. Запомните, ром Закапа, 23 года. Здесь, наверняка, он стоит 51-52 доллара, и в России стоит, ну, максимум, голову сто. Ну, кстати, пили просто со льдом, и он очень вкусный. Я папки привез, он со своим другом, они его в машине шлепнули, говорят, без всякой закуски, это было круто. Через сколько следует жениться? Нет такого. Через сколько следует жениться, через сколько должен быть первый секс, все должно быть по велению сердца. Так, Сашка похорошел? Сашка подвыздоровел, потому что Саша вчера накрыла температуру в 40 градусов, Саша чуть не охерел тут. Сашка-алкашка? Ня. Сашка-няшка. На, вот здесь много, читай быстро. Прошу совета. Долго не решалось начать новые отношения, и вуаля это случилось. Декабрь начался сейчас с молодым человеком, все прекрасно, стрескалось по-воше. Новый год он уехал на неделю в свой город, и все пропало, связаться у меня с ним не получилось, на сообщение отвечать, перед этим был спустим в сети. Спустя неделю ответил, что он сейчас в другом городе, что скоро уезжает в Сочи до конца сезона, судя по всему, коронавируемый на этом, все ответы закончились, и здесь скоро ответа нет, хоть в сети сможет моя история, лайкает фото, а что мне делать, как понимать. Это, знаете, очень типичная ошибка многих девушек, которые начинают влюбляться, заводить, придумать себе какие-то отношения, любовь по сетям. Ему с вами было хорошо, было прекрасно, было замечательно, а сейчас ему хорошо в другом месте, ему быть другим человеком. Как к этому относиться? К этому относиться? Надо забыть. К этому относиться, как приятная романтическая история, которая закончилась, и не плакать, что она закончилась, а понимать, что это был определенный опыт, который вам в будущем даст более надежного, хорошего, доброго человека. А вы как бы хотели, прожить с ним два года, или вдруг завести детей, а через два года остаться одной, по-моему, когда случаются такие вещи и так рано, и так быстро, мне нужно сказать этому человеку спасибо. У меня так было в жизни несколько раз, и это, по-моему, это, ну, я говорю людям спасибо за то, что они не потратили годы моей жизни на какую-то херню. Мать и Саша, расскажите, как вы поняли, что вот оно, да, это ты, это я, и ты встретил именно того, о ком мечтал. Я понял все сразу, мать и она начала думать, так вот, понять, я думала, нельзя. Да. Мы давно отвыкли от того, что на самом деле на Древней Руси, еще до крещения, а ведь были ведуны, были ведьмы, слово кощунство значило другие вещи, то есть кощунные, это были, по большому счету, наши жрецы, которые ведали. Так вот, ситуация состоит в том, что чувствами, как мы же чувствами, интуицией, складываются с работой, с друзьями, с бизнесом. Мне очень, знаете, как сложно было переключить, вот вообще отключить голову, чтобы она не... Многие пытаются понять. чтобы думать, осмыслить. А видите, что я делаю? Круг всегда приводит в спираль, а спираль приводит все время в точку, и рано или поздно вы приходите, вот это в запутанное состояние, когда вы даже не можете ничего принять, вы вроде что-то гоняете, а ровно счетом не происходит ничего, и это типичная ошибка многих. Поэтому иногда башкой думать не стоит, точнее зачастую не стоит. Ирина, Александр, добрый день, у меня такой вопрос. Недавно поругалась родной матерью, она говорила мне много чего обидного, и в окончании ссоры сказала, что не хочет знать, как у меня дела. Мне очень обидно за ее такие слова в мой адрес, уже как полторы недели никак не общаемся. Армения? Уже давно... Ну, дальше не дочитываюсь. Здесь все просто, знаете, я с вами родителями тоже достаточно долго не общался, а Мася с вами сейчас не общается. Здесь, по-моему, важна только одна вещь. Кстати, это касается не только наших родителей, но и, наверное, даже наших близких людей, которые нам были близки когда-то. Они живы и здоровы. Вот и самое главное, что должно быть. У них своя жизнь, а у вас своя жизнь. По-моему, в общем-то, все. Поэтому даже, когда лично я расставался, вот мне такие моменты помогали пережить самый тяжелый момент. То есть, человек остался жив, просто он пошел другой дорогой. В общем, и все. Родители – это близкие люди, которые приняли такое решение. Может быть, это решение поменяется. Для всего в этом случае нужно время. Переломать ситуацию не переломите. И стоит вопрос, зачем ее переломывать? Человек принял свое решение, ваша мама жива, она где-то в глубине души вас любит, но на сегодняшний день она приняла такое решение, на что имеет право. Вот такие дела. Почему прошлые браки не удались? Это тоже очень популярный вопрос, который не все пытаются понять. Знаете, я ни в коем случае не осуждаю, потому что, когда я некоторые вещи говорю, все начинают говорить, ага, сам говорю не осуждать, а сам вот так. Многие живут во вранье. Почти все живут в масках. У многих разный бюджет туда-сюда. Очень многие придумывают себе, знаешь, какую-то иллюзию жизни. Это не хорошо, не плохо, что у вас разный бюджет, вы имеете какие-то другие связи, леваки, или еще что-то. Вопрос ведь стоит совершенно в другом. Кто вы на самом деле и какой близости откроетесь, тем больнее вам будет, если вы ошиблись в выборе. Но тем быстрее вы откроетесь и чем больше откроетесь, тем быстрее вы узнаете, кто рядом с вами. И вот когда вот такой вот случай, что там через две недели молодой человек сваливает и больше, соответственно, через год, через два, очень часто раскрываются отношения, как раз в тот период, когда женщина рожает. Сциле, «Осетия, привет», я успел прочитать. Так вот, и здесь не стоит по этому поводу переживать, то есть ты раскрылся, ты очень быстро дошел до какой-то определенной точки и с этой точки начинается либо резкое падение вниз, когда любовь умирает, либо резкое развитие вперед, когда вы становитесь с единым целым. Вот такие вот дела. Хочу посоветовать вам рецепт, если вы болеете, пейте водку, подожди, что там, с перцем и под дианой. Я ему тоже говорила, давайте я сейчас коньячку налью. Ага, коньячку, у меня 40 градусов, вокруг жара, меня трясет, не хочу. И вот, было бы тебе счастье, там надо было чуть-чуть и все. У вас красиво, а то все в квартире, вам идет форма. Я с вами полностью согласна. И знаете, после Москвы этот воздух, да, мы все дышаться никак не можем. Здесь птички поют, здесь кипотерчки. Я, между прочим, у меня уже нос начинает лучше дышать, и я уже меньше снуком пользуюсь. А скоро вообще пройдет и буду хорошо дышать. Сочи, кстати, Сочи, у вас воздух тоже великолепный. Да, я тут вчера накупалась на волнах, напрыгалась, пробила, прочистила нос морской водой, так что... Парень называет меня моя шлюшка, почему? Это сексуальная игра. А я его про фурсетка зову. А мы когда познакомились, она говорит, ругай меня. Я говорю, я не могу, я тебя люблю. Он говорит, ругай меня. Я говорю, я не могу, я тебя люблю. Она такая, твою-то мать, сучка. А ты сучка. А, да. Я говорю, все, не за именем. Вот так вот. И все. Как мило называется? Смотрите, мы приехали сюда 9-го, 8-го вечера, 9-го, соответственно, стоит... Надо будет, слушай, надо будет stories еще раз записать с активной ссылкой, чтобы было понятно людям. Так, здесь прошу, добрый вечер, Саша Ирум. Я такой вопрос, что делать, как бы встречаюсь с молодым человеком почти 4 года, живу одна с кошкой, он живет с родителями, ему 28, мне 30. У нас ничего не движется, стоит на одном месте, все говорит... Так, все говорит... Все, можно дальше не читать. Я такие вещи... Знаете, здесь на вопрос порой однотипный, и кто-то написал, что тысяча вопросов все об одном и том же, такая тема есть. а что делать, если очень много... Парень живет с родителями. Нахрен ему какие-то... я здесь про то, что мать, не надо чего-то осуждать, в этом плане, он, живя с родителями, выбрал себе семью. На данный момент у него есть семья. Вы уже не семья, вы этот момент, который приятный, добрый, может быть, нежный, еще что-то, но пока есть его родители, пока его выбор там, у него семья есть. Я о чем говорю, что семья только одна. Две семьи не бывает, поэтому, когда мне начинают говорить о том, что там мама моего парня, или парень говорит, там, теща, мама моей девушки, или жены, это все фигня. Есть одна семья и одно правило. Все остальное, это люди очень близкие, но это люди, которые должны быть дистанцированы. Потому что, когда люди живут вместе с двумя семьями, еще что-то называется общага. А те, кто живут в общаге, они поймут, что никакой личной жизни в общаге быть не может. Вот так вот. Так, Масюня, ты обещала в одном из эфиров рассказать о различии темнокожих мужчин. Расскажи, пожалуйста, об этом на культурном бухаре. Я уже как-то рассказывала, но я вам повторю. Если честно, если брать чисто физиологические размеры, то там... Подождите, а все, что интересовало в них, это чисто физиологические размеры? Я люблю трахаться. А извините, пожалуйста, он нам сегодня может так говорить. Да, я с ними никогда не занималась. Любовь, я их использовала как секс-тренажеры. С тобой вообще охерела, когда у нас был первый раз, и меня что-то и смутило. Понимаешь, любовью-то я ни с кем не занималась, потому что я всю жизнь свою ну как бы использовала... Трахалась как скотина. Да, вот очень жестко. А я только по любви могу. Так вот, если брать какие-то физиологические моменты, я рассказываю о том, что черный мужчина, это, знаете, это просто фетиш. Это просто фетиш, потому что они на ощупь совершенно другие, у них абсолютно другая кожа. Я визуал, мне нравится визуально что-то необычное. Вот, и, ну, чернокожие, чернокожие мужчины для меня очень красивые, очень сексуальные. Это, знаете, моя такая вот сексуальная игрушка. Что касается, вот я говорю, что размеров все то же самое. Также они... Было. Кто-то кончает через пять минут, вот от таких размеров там вот до таких размеров. До таких? Ну, вот такие размеры. я видел с третьей ногой не раз и вообще-то ух, блин, капец какой-то. Ну, что ж ты с ним делала? Как на бревне каталась? Нет, это я тебе не буду рассказывать. Прям мне здесь нельзя рассказывать. Вот, поэтому это просто... Прям вот такой? Это просто визуальный фетиш. Так это же как? Это же с ним вот так можно сплить, что ли? Ватуха положилась в сплишь? Пахнет-то мягкий, теплый, нормально. Да, что ли? Вот. Какой кошмар. Так что ничего такого особенного, это просто моя такая особенность. Вот, кстати, она у многих бывает. Была. Была-была. Она есть, она никуда не делась. Но есть я. Я же скребусь тут потихонечку. А-а-а, чернокожие чокобои. А я рядом. А он у меня вообще эксклюзив, понимаете? Он у меня синий аватар, да. Вот это я прям хотела зачитать. Извините, что вот после такой темы сразу такая, ну, как вопросы попались. У меня дочка очень зависима от мультиков. Но когда она слышит, что я включила шпаков, она бросает все и бежит смотреть. Кричит, посмотришь и начинаешь смотреть со мной все публикации прямой эфир. Вы классные. Спасибо. Меня многие, кстати, оказывается, это я недавно узнал от ребят, которые нас кто-то недавно смотрят, кто-то еще что-то. А кто-то мной, оказывается, пугает детей. Но пугает в хорошем плане, потому что они меня не боятся, но они меня смотрят, потому что я для них мультяшка. Я для них этот. Но не Джон Уик, тот Бугимэн, а я как для них не Баба Яга, а Боги-Боги, Боги-Боги. Не, подожди, я поняла, какое слово. Не бум-барашка, подожди, Барабашка. Барабашка. Нет, не барабашка, барабашка это привидение домашнее. Ну, короче, кто-то я такой для них. Ну, короче, какой-то фантастический герой. Да. Кто-то тебя драконом зовет, ну, в общем, ты какой-то нереальный персонаж. У меня такой вопрос. Насколько вы любите друг друга и как долго продержится ваш брак по вашему мнению? Я даже отметил этот вопрос. Мне надо сказать, говорят, поцелуйтесь. Мама, вот надо целоваться по-нормальному. По-нормальному давайте по-нормальному целью. Слушайте, знаете, в чем проблема? Вот меня поймут многие девушки и поэтому это также относится к вопросу идеального бикини. Когда у мужчины щетина, вы знаете, у меня вот здесь кончик носа всегда содран. Он у меня всегда шелушится, потому что он меня целует так, что у меня он действует все время натирает. Потому что я тебя так сильно люблю и любовь моя растет с каждым днем. И вот, девчонки, к идеальному бикинию, я понимаю, что есть некоторые тоже там фетишисты, как я, к чернокожим парням. Есть мужчины, которые любят вот это вот все заросли, вот это вот все, вот это вот разгрести и вот это вот все, вот это вот. Ой, ужас какой! Вот. Так к вопросу, если вы делаете лазерную эпиляцию, оно там, где-то был этот вопрос, то да, получается все гладенькое. Все гладенькое, все хорошенькое. Мастер, но я не стал сегодня бриться, чтобы не было завтра раздражения. Я побрею сегодня нос. Мужчина, кстати, то же самое. Когда вы лезете вот с этим вот туда, это то же самое, что с моим носом получается. Поэтому давайте за гладкость кожи, чистоту и нежность поднимаю свой бокал. Давай. Многочисленный оргазм. Мать, ты все ведро не допила, я уже второй допиваю. Мать, я не могу. У тебя после моего вообще вода. Так. Нет, давай так, смотри. Вот ты затянись отсюда, попробуй еще раз. А потом свой пей. Мм. А теперь мой. У меня. У тебя, давай, давай, запивай, Мать, надо запить один другим. Сейчас легко пойдет, давай, пососи нормально. Чувствуешь? Вообще у тебя вода. Ужас какой. Как это можно пить? У меня такой вопрос, что делать, чтобы муж даже не думал об измене? Давай. Если ваш муж не будет думать об измене, это означает, что либо он абсолютно... Импотенция. Да, он либо импотент, либо импотент. На самом деле, ну, такого и быть не может. сексуальные желания должны быть у всех. И рано или поздно мы все начинаем смотреть направо или налево, стоит вопрос дальше в том, чтобы не заиграться. Вот, собственно, такие дела. Мася, как избавиться от депрессии после отдыха? Недавно вернулись с Бали и что-то такое все серое, холодное. Это, кстати, очень часто бывает. У меня раньше это длилось две недели. В Масе это была стабильная тема. Как избавиться от депрессника, когда возвращаешься? Слушай, а у меня сейчас такого депрессника на самом деле нет. Потому что мы стали встречи с хорошими друзьями, с любимыми родителями. И у нас жизнь настолько активная, что, если честно говоря, депрессовать даже некуда. А мы реально приезжаем на следующий день в Петербург, потом еще несколько дней в Москве, потом в Белгород, и мы собираемся и еще дальше свалиться. Да, скорее всего, мы еще раз куда-нибудь уедем. Так, что такие дела? Не знаю, никакой депрессии. Когда отпуск раз в год, наверное, депрессия... Ой, какой интересный вопрос. Давай. Саша, Мася, подскажите, как сделать, чтобы муж меня сам бросил? Я сама не смогу, мне его жалко. Жалко? Жалко. Я прожила вот так то же самое у меня было. У нас случилось... Мы 13 лет прожили... Мог бы я изменить? Мася, мог бы. Но? Но. Она все узнает и бросит меня, а я потом буду как с этим жить? А вот... Из-за какого-то перепихона потерять такого золотого человека. Подожди. Золотого. Дай мне рассказать, девушки. Так вот, у меня такая же херня была в первом браке. Я думаю, как уйти? Вот вроде типа все хорошо, нехорошо. И произошло... Мои же женщины достаточно умные. Путем провокациями получилась другая женщина. И раз-то я говорю, все, я не могу, ты меня изменил, ухожу, все, давай развод. Вот так у меня получилось. Тут одна девушка написала, но, правда, она написала, что захотела слушать. Нормально у вас модель семьи, ходить налево, но не загуляться. Логика огонь. Пересмотрите эфир сначала, возможно, поймете чуть больше, чем вы писали. Видимо, вы где-то там услышали. Что делать, если муж врет всегда? Большинство мужчин так на самом деле делают. Зачем они это делают? Чтобы показаться чуть-чуть больше, чем они есть. Зачем они свою показать? Не понимая того, что на самом деле кем бы ты ни был, каким бы ты ни был, всегда найдется тот человек, который тебя полюбит. Он и есть твоя семья. Собственно, наверное, так. Чего у нас? Парень не уделяет времени и внимания, но говорит, что любит. Просто он человек такой. Когда мы наедине, обнимает, целует, в постели все отлично, но он постоянно с друзьями в своих делах, мне обидно, и не хватает внимания от него. И постоянный скандал у нас из-за этого. Он меняться не собирается, а я это принимать тоже не хочу. Что делать? Ну, короче, что делать? Все что делать? Все понятно. Есть такая категория ребят, для которых семья – это такой, знаете, тихая гава. Нет, 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 нет. Тихая гава, не гавочка. То есть, он действительно ее любит, целует, и с ней хорошо. А я это назвал как галочкой? Нет, галочка – это когда для статуса. У тебя есть, и все. Ему с ней действительно реально хорошо. И он действительно ее любит. Но он не может жить в этом графике жизни, потому что есть друзья, активные встречи, а есть интересные... Жизнь! А не семья. И вместе с ней он постоянно не сможет тусить, потому что ему она нужна для вот этого одного комфорта, там у него совершенно другой комфорт. Чего делать? Если ее не устраивает, значит, нужно искать новые моменты, либо обсуждать с ним момент, то, что можно сделать что-то вместе и потихонечку переходить в часть его жизни, либо уже... Вопрос, почему мужчины изменяют? И вопрос, подписан ли твой муж на тебя? Мой муж, конечно, подписан на меня. Кстати, да, хороший вопрос. Почему мужчины изменяют? Им не хватает игры. Вы зачастую понимаете, что... Это я вам опять говорю про психологический секс. Мужиков даже соблазнив какую-то брюнеточку или блондиночку, у них пятиминутные акты, в общем-то и все. И на этом все заканчивается, как правило. Никто не заводит там второй, третьей семьи за редким исключением. По большому счету всех интересует игра. Завоевание. Игра, когда она не говорит нет, потом она сдается, потом вот эта вот секретность, вся вот эта, которая происходит, потом происходит пол-вы-вак, который, кстати, девчонки и не понимают, какого же хрена это произошло. А мужчина получил то, что нужно, и 95% он на самом деле мог верить в то, что он ее любит, но после того, как он с ней переспал, у него произошла смена взглядов. Вот такие вот дела. Ну, это больше это так у мужчин срабатывает. У женщин так. А у женщин наоборот, она с ним переспала, и все, она в нем видит мужа. Вот это у меня проблема у многих моих подружек. Когда мы гуляли, тусили в клубах, снимаем мужиков, и все. Я говорю, давай там шпилювили, и нормально там для здоровья. И все. Она такая, да, да, да. Приходится, да, я влюбилась, я в нем мужа, и что он убежал. У женщин такая херня. Спасибо вам, шпаки, вы помогаете хоть немного понять отношения между девушками и не с кем поговорить об интиме, и об отношениях. Но ничего не знаю, ничего не знаю, всегда импровизируем. А вот, это не самая плохая тема, вот главное, не бояться импровизировать. Поймите, если вы где-то ошиблись, и скорее всего, это не ошибка, могут партнер не подходит, могут еще что-то. Но на самом деле, чтобы что-то понять, нужно что-то сделать. Какой-то интересный вопрос. Азербайджан и Украина нам передают привет. Привет, дорогие. Саша Масси, расскажите, пожалуйста, как проверить, любит ли парень или нет? Встречаемся уже 3 месяца и не пойму никак. Зачем вам нужна проверка? Проверка нужна вам как доказательство чего? Знаете, одна женщина, так сильно, девушка, так сильно любила своего парня, это, кстати, не анекдота, реальный случай, что она попросила свою подругу пофлиртовать с ним. Они начали флиртовать туда-сюда, сюда-туда, вот, парень все не поддавался, не поддавался, он говорит, ну я не знаю, уже давай ему напои, напои его что-нибудь, еще что-нибудь. Она специально уходила, специально создавала моменты и реально через 3-4 недели у тех произошел секс и более того, они еще и полюбили друг друга. О, ничего себе. И стоит вопрос, ну проверила, поздравляю тебя. Собственно, и все. Ты знаете, еще один случай, совершенно живой, не называя имя, могу это сделать, одна моя знакомая, она все искала подтверждение, что ее муж изменяет, искала его в социальных сетях, вот чужими никнеймами. В итоге нашла похожие сообщения, потому что у каждого из нас есть слова-паразиты, еще что-то, логика. И нашла человека, который очень похожи мыслят, очень похожи используют сообщения в одной из социальных сетей. Ну это, слушай, это супер. Да, она 3 месяца ковыряла. В итоге она все это нашла, потом начали совпадать даты, когда муж не приходил домой, какие-то моменты. Вот она. Стало все это не совпадать и в итоге она его вывела на разговор, сказала, что ей позвонила вот та девушка, назвала ее имя, что там была Катя, ля-ля-ля-та-па-ля. И, соответственно, мужику ничего не осталось сделать, когда он сказал, ну да, я изменил, собственно, если ты не можешь дальше со мной жить, она рассталась, она сказала, пошел вон мудак. И он ушел. И? Ну, стоит вопрос, она начала плакать, рыбодать, я так его любила, как мне дальше жить. Если ты так его любила, то не надо было искать то, что ты не хотела бы найти. По-моему, вот такое вот у меня, по крайней мере, логическое измышление. Но понимаешь, любая женщина хочет, чтобы мужчина был идеально верен ей? Идеальных нету, я же тебя принял. А что я? Ну, это у меня жопа, но любимая. Что это я жопа, нормальная я? Ну, у меня скверный характер. У меня нормальный характер. А у меня вот золотой, понимаешь, я золотой человек. Понимаешь, ну мне же иногда убить тебя хочется. И это потому, что это такая любовь. Это такая любовь. Любовата рассмотрели? Вот тот дракон, он говорит, как выбрать своего дракона? Тот, который захочет тебя убить, тот и твой. Это любовь навсегда. Ну, что лучше, быть любимым или любить самому? Я выбрала первый вариант. И я не несчастная или счастливая. Найти большую любовь по взаимности не получается. Так, коктейль я еще выставлю потом в ленту, из чего сделанного. Один уже у Маси есть. Все спрашивали меня, почему я так много раз женат. Знаете, каждый из нас чем-то довольствуется. Парни, девчонки, вы находите своего человека, как вам кажется, начинаете раскрываться, раскрываете его и начинается понимание. У него интереснее с друзьями, он начинает задерживаться с работой, потом вокруг вам все сказали, что пора детей, вызовели детей, у вас начался день сурка, вы не досыпаете, вы устаете. Ребенок – это в два раза сложнее, чем две работы. Это как четыре работы. Вы начинаете уставать, заниматься семьей, готовить, заниматься ребенком, а он заниматься чем-то другим. и вы понимаете, что это не то, о чем вы мечтали. Абсолютно. Потому что вы мечтали, вы же как с ним познакомились? В мини-юбке, на дискотеке, или на курорте, в бикини. А когда вы пили коктейли, когда вы видели солнце и все остальное, это то, что у вашей жизни теперь нет. у вас теперь есть дом, готовка, муж, который где-то работает, вроде появилась какая-то определенная семья. Но, тем не менее, вот и стоит выбрать, стоит выбрать и понять то, что вы хотели сделать конкретно для себя в этом плане. Стоит раскрывать своих любимых людей и сразу понимать, к чему вы стремитесь. Вот, собственно, на этом так. Смотри. Ответьте, пожалуйста, если люди разошлись на полтора года, верите ли, что они могут сойтись и жить счастливо, имея уже у каждого... Тоже расскажу то, что еще ни разу не рассказывал. Давай. Я один раз возвращался в предыдущие отношения, а второй раз попытался даже вернуться. Вот. И я скажу по собственному опыту. Это старая китайская поговорка, которая говорит о том, что в одну и ту же реку дважды не войдешь. Не русская, кстати, она китайская. Вот. Вот такие вот дела. Прошло в прошлом. Сойтись и создать что-то новое на обломках чего-то старого, возможно, можно, но ведь вы разошлись не просто так. Даже если вам кажется, что это была случайность или еще что-то, вы разошлись и у одного из вас стопудово будут обиды, которые якорем будут тянуть назад. И в любой стрессовой, негативной ситуации, ссоры или скандала это будет просто убивать вас. И получается, что вернувшись, вы сделаете еще больнее и больнее будет тому, кто поверил и принял эти отношения вторым. Потому что один очень хотел вернуться, допустим, парень, а она приняла эти отношения. Если он ее еще раз ударит и в переносном смысле обманет, вот это будет неимоверная боль. И, собственно, нужно понимать, что построить новое отношение возможно можно, но это крайне сложно. В одну и ту же реку дважды не войдешь. Шпаколечки, расскажите, где познакомились. Это есть на Шпаклаве. Ой. На YouTube-канале. На YouTube-канале, да. Бывает ли вам стыдно друг за друга? Саша, расскажи какую-нибудь мастер ведет себя так или иначе, но мне абсолютно насрать, что думают другие. Мне бывает некомфортно самому. Допустим, мы договорились, что мы идем на дискотеку и закончим вечеринку в 2 часа ночи. А вы же понимаете, как это бывает? Я подхожу, я не сноб, я подхожу не в 2, а в 2.15. Говорю, Масенька, уже 2 часа ночи, прошло 15 минут, и на пора. Я ведь вы понимаем, еще одна, не в 3 песни, и мы идем домой. Она такая, да, проходит 5 песен, ты же не сноб, чтобы через 3 песни перейти, чтобы не быть гандоном. Ты подходишь и говоришь, дорогая, прошло 5 песен и надо идти домой. Она такая, и что? Я говорю, Масенька, ты же обещала, что еще 3 песни и все, прошло 5. И что? Масенька, ну ты реально не отвечаешь за свои слова. Иди нахуй. Ну, так бывает. Вот так вот. Мне стыдно, не бывает, но некомфортно явно, потому что я в 4 утра явно хочу спать, а не тусить в этом душном клубе. Это знаете, буховому человеку все хорошо, все красиво, все интересно. А я вижу пьяный, блячийский Харри и танцующий под говномузыку. И мне, сука, там ни хрена не интересно. И это там, и уууу. Я говорю, а что ты не танцуешь? Ты стоишь по часу в стеночке. Ты устала? Она такая, Нет, я жду свою песню. Я жду свою песню. Я говорю, так можно у тебя пойти к диджей музыку какую-то заказать, я лучше заплачу денег. Какую ты хочешь песню? И самое главное, что если я закажу какую-то песню, она станцует, она скажет, еще одну, а потом забудешь, что она это сказала. Поэтому мне-то, в общем, стыдно не бывает, но бывает по-разному. Ну, вот такие дела. Ну, 6 минут мы доведем, я уже не буду читать вопросы. Вы вообще ссоритесь? Иногда бывает. Ну, как ссоримся? Бубним. Вот такие бывают моменты недопонимания. Мась, я больше не могу пить этот крепкий коктейль, давай пососу твой. У меня просто арбуз. Я туда вылил 250 грамм в рома. Ага, а в ролике сказал 100. Опять у тебя, видишь, ты все время все преувеличиваешь. Абсолютно все. У тебя есть такая фигня? Значит, сейчас я все проясню, чтобы вы все, мать его, поняли. Давай, давай. Значит, вчера, пока мне было плохо, я прихожу и понимаю, что я сплю в таверне. Потому что моя родная спокойной ночи. Мне говорят, шлепнула что ли? Она такая говорит, я только один стаканчик. Ты стакан рома выпила? Она говорит, нет, рома с ковой. Сейчас я вылив в один коктейльчик 150 граммов, другой 200. И бутылка в 700 грамм закончилась. Стоит вопрос, как в математике для людей, сколько вчера выпила, Мася? Вот это все? Нет. Вот это все не так. Так сколько ты вчера шлепнула, если я наливаю в один 150 грамм? Где наш вот этот стакан? Вот, видишь, как вон в коле? Да. Вот столько. И остальное все было кола и все. Что ты на меня смотришь? Один преувеличивает себе, другой уменьшает. Это называется гармония, Мася. Нет. Да. Ты чушка. Я? Ага. Я любимая твоя чушка. Привет, Сморюполе, какая у Мася любимая поза в сексе? Две. Звездой сверху, звездой снизу. А мужчина это... А женщина так бывает редко. А я люблю, чтобы мужчина с зенгерами... Знаешь, чтобы любимая так пришла бы тебе, полезала, пососала, запрыгнула по-разному вот так, потом перевернулась так, потом с энтрифугой по кругу, потом бы тебя поцеловала после того, как все было, и стоя у кровати такая... Ну как тебе? Ты успел? Таких чего-то женщин я не видал. А вот у мужчин это старая известная история. А у вас это, понимаешь, это у вас в природе так. Вы должны трудиться над нами, над женщиной. Не хочу я быть мужиком. Я тоже хочу лежать, чтобы у меня доставлялось удовольствие. Понимаешь, любая зверушка, посмотри, вот самец всегда работает. Надо удовольствием обоих, так что не надо. Это ваше природное. Ну да, какая-то фигня. Нормально, девчонка, я от нас всех отмазала, да? Мы же звезды королевные. У женщин две хромосомы, приспосабливайтесь, вы быстрее. Да мы вообще совершенные совершенства. А мы? А вы так? Махнатое быдло. С писюлькой на перевес. Ну, у кого мы перевес, у кого просто с писюлькой. Да перевес, знаешь, иногда бывает. У меня подъем переворотов не выходит, у меня с другой стороны перевес. А какая-то игрушка лучше для разогрева. У каждого своя, абсолютно. Мы же все разные. Ну, у нас десятка два дома. Как-то мы сделаем обзор. Обзорочку по нашим игрушкам? Чтобы у них там инфаркт был. Они, я боюсь, они не выдержат. Они еще наших питерских игрушечек не видели в полной мере. Мы им часть показали, а часть не показали. Да, мы показали самим приличным. Мы вообще вам чмоки делаем. Так, спасибо. Думайте о детях, думаем, когда в самолете летим. Мама рулит. Мама, да. Так, ну чего, дорогие мои и любимые. Заканчивается прямой сервис. У меня что-то спинку сводит. Ты так села неудобно. Да? Привет, большие, из Беларуси. Беларусь нам придает привет. Все нам передают привет. И море, море. Как вы знакомились, эту историю мы снимали на YouTube-канале. У нас было пять часов интервью. Была девушка. На самом деле, когда я пришел, та девушка, Наташа, разговаривала со мной больше всех. А Мася тихо сидела в сторонке. И получается, что когда я отвечал искренне, я как всегда искренне отвечал на все вопросы, ля-ля, тополя, Мася во мне увидела отражение себя. Собственно, так мы и познакомились. И потом вот эта вот девушка, мы ее как раз и позвали в Петербург, хотя она уже тогда переехала в Москву, а мы еще жили в Питере. И она была нашим интервьютором, и мы записали с ней пять частей интервью о том, как мы познакомились. Мы абсолютно искренне рассказали о нашей истории жизни, как это было. Поэтому кому не лень, ой, залезайте на YouTube-канал и смотрите, что там у нас происходило такого интересного. Ну, что ты там смотришь? Сейчас почитаешь. Так. В идеальная пара? Нет, не мы не идеальны. На самом деле, не надо нас придумывать то, что такими, какими мы не являемся. Мы живые. Мы иногда шалим, иногда смеемся, иногда даже плачем. Бывает по-разному. Вот, по-моему, это самое честное. Что, Масю обидел? Масю, вот все думают, что ты сидишь и шагуешь. Нет. Первая брачная ночь будет? Может быть и будет. Скажите, что делать, если парень привязан сильно к маме своей. Ну, значит, пока что он живет с мамой. Ну, вот такие вот дела. Павлодар передает нам тоже. Приветик большой, Саша. Расскажи, пожалуйста, правда ли, что мы видим в людях то, что живет в нас? Да. Да. Иногда это бывает частично, иногда бывает полностью. Допустим, если муж вам говорит, ты где была после того, как ребенка в школу встретила? А в магазине ты сколько было минут? А почему ты там задержалась там на работе? Это означает, что у него точно рыльца в пушку. Потому что если у него есть полчаса, чтобы заехать за детьми, еще что-то, он успеет в коеме заехать, где-то ему что-то будет, потому что нормальный зрелый человек хреново не мыслит. Да, вот тебе даже в голову такой не придет. Да, мысли так только тот человек, который сам так поступает. Потому что такие дела есть. Я думаю, что многие меня за это возненавидят, но тем не менее... Ну, это так и есть, на самом деле. Да, так, к сожалению, бывает. Вот, поэтому, поэтому вот. Как относитесь к свингерам? Слушайте, их здесь очень много. Даже отели есть. Целые отели есть, целые эти есть. Ой, смотри, сейчас все закончится. Да, сейчас, кстати, все закончится. Ну, собственно, как относимся? Никак. Мы с Масей любим друг друга и на этом, в общем-то, все. Саша, ты на отдыхе не бреешься. У меня завтра свадьба, поэтому бриться я буду сегодня поздно вечером. Так что, давай, у нас здесь секунды. Все, со всеми прощаемся. Всех вас любим. Спасибо огромное вам всем за эфир. Завтра постараемся сделать наши свадебные церемонии для вас эфир, чтобы вы все увидели и были тоже радостны. Всех любим, с вами счастья, здоровья.